привет дорогие мои подписчики друзья с вами Ольга из Ирландии и я очень давно не выходила с вами на связь но сегодня просто хочу поделиться и своей радостью и своей грустью и пожаловаться вам и поплакаться одновременно сегодня у моего сына у нашего сына последний звонок был он закончил школу и представьте вот этот последний звонок мы должны были быть платьях нарядные в костюмах сейчас на большом таком торжественном мероприятии на таком ивенте который организуется всегда в школе каждый год и там много народу все учителя родители все красивые в общем там столы и даже бывает алкоголь раньше бывало ну не знаю как бы сейчас было но в общем это вот такое огромное красивое торжественное праздничное мероприятие вот это вот graduation living search graduation называется последний звонок которого мы ждали все вот эти вот ну не 12 11 лет 11 лет он учился в этой средней школе то есть secondary secondary school да уже закончена ну что состояние было у нас сегодня жутко потому что это все было в онлайн в зуме любимом всеми и шло это час мы там где-то на заднем плане тоже стояли но собственно никому не давали слова это просто вот в одном в одностороннем порядке учителя поздравляли директор поздравляла говорили что-то и конечно это было нам с папой с мужем пиев так мы послушали это все в общем-то слезу пустили потому что но не того мы до ожидали честно говоря от вот этого последнего завершающего аккорда можно сказать и вот впереди как как всегда да по правилам ждали бы экзамены которые начинут начались бы примерно уже вот числа наверное 10 июня где-то так может быть даже раньше и и все и вот и этого всего не будет то есть экзаменов не будет от экзаменов освободили детей вот этот выпуск 2020 значит graduation вот произошел в зуме но пообещали что будет выпускной правда не такой как собирались ехать там отдельно заказали такой как дворец но замок и там такое специально уже это мероприятие но красивая такой бал выпускной а это как раз будет также как вот сегодня должно было быть такой как graduation бывает когда все собираются в школьном зале по грубому правда у нас большой этот огромный школьный зал новый и там есть место и где все вот эти поздравления идут и там обычно бывают и все он сыскали ну не знаю как это все он сняла по польски из церкви и учителя и дети говорят все благодарят поют танцуют родители родительский комитет ведь мы же еще в родительском комитете то есть вот такое тут поздравление от родительского комитета ну в общем вот такое понимаете вот это мероприятие сегодня она не прошла но знаете на фоне этого я подумала вот мы себя жалеем что вот это мы да не дождались не получили эти вот 11 лет прошли когда мы в первый класс привели своего сыночка и сегодня хотели вот его уже как бы закончить это и это мы не получили а мы подумали а вот как детям ведь они вообще вот представьте они жили вот это поколение детей рожденные в двухтысяча второй двухтысяча первый год двухтысяча третий год ну да плюс мимостом разные они ведь вообще не видели ни лишений они родились в эпоху гаджетов уже они уже ну двухтысячники да они уже ничего вообще никаких таких остросюжетных вещей не застали у них жизнь просто плыла вот в нашей вот части в европейской она просто по как по маслу была и тут вдруг раз и такой вот мы представились с папой опять же с мужем моим что вот нам плохо да нам неприятно мы себя чувствуем как будто мы вот ждали ждали чего-то не получили а им как а они как себя должны чувствовать у них не экзаменов не этого года последнего когда они вот последний год ходят всегда королями до самые старшие в школе как бы самые главные можно все они за все отвечают везде они ну всегда так бывает на последний класс вот их всегда в пример ставят их везде они там что-то организовывают над маленькими шеф ства берут кто бывает учитель учителями даже бывают да в каких-то классах младших но вот это все это все они пропустили в середине февраля по моему тринадцатого февраля может 27 сейчас боюсь церковь их закрыли самое интересное не пропустили экзаменов не будет с баллами не ясно как там их оценят то есть все вот эти планы которые они там просчитывали да куда они поступят но у нас знаете как в ирландии у нас уже до 6 по моему февраля то есть в январе нужно было сдать эти все бумаги и зафиксировать выбрать те учебные заведения по баллам на которые куда ты хочешь поступить и они уже это все сделали то есть все справки все там разные какие мой возможно бенефиты получить это уже все все давно было от ослана и потом идет экзамен и уже под конец августа получаются баллы получают и начало сентября и вот уже тогда эти учебные заведения видят баллы какие у них на руках у этих детей у претенди у претендентов и они тогда высылают попал ты к нам или не попал и высылают письма и уже тогда или да или нет хочу я у вас учиться или не хочу вот такая у нас система поэтому у нас уже эти документы именно на поступление они все поданы давно здесь нет экзаменов здесь есть именно только бал соответственно дети которые но у меня мальчики и его друзья мальчики тоже может быть с девочками по-другому может они там вы супер учились но наши так пацаны конечно в прошлом году они вообще почти не учились сидели в джимах все и там ну вот у нашего еще соревнования он собственно еще и золотые медали пополучать успел вот и поездить в италию только вот не смог поехать по нашей вине перепутали билет броню билета перепутали вообще не важно на чемпионат не поехали в прошлом году но собственно успел поездить и и они не учились почти они вот в этом году они пришли сентябрь октябрь ноябрь декабрь они бим-бам они фактически в феврале поняли что вот они уже закончили проект они закончили какие-то работы проектные они уже поняли что у них вот остается мало времени и учителя тоже поняли уже они начали как бы больше немножко давать уже больше выдавливать чтобы уже что-то получить быстрее уже объяснять что вот мало времени совсем осталось давайте то есть только они как бы начали уже учиться въехали в этот процесс и все и закрыли и получилось то есть они конечно результаты вот ягваря этих моксов у нас еще есть здесь такие мокс и я писала говорила про них тренировочные экзамены и собственно это конечно хорошо бывает ты знаешь что у тебя плохо и что надо подтянуть и вот как раз с этим начали работать и эти предметы подтягивать как учителя так и ученики не обязательно это только ученики не подтягивать что ты учителя программа где-то у них страдает и они видят по моксом что конкретно не дать объем так вот только в это въехали и все закрыл вот так но если будут результаты по моксом то они конечно вот тех кого я знаю они конечно жуткие просто потому что там ну ни о чем 40 каких-то баллов там такие вещи из стада но в общем посмотрим так что вы просто подумали как детям вот как им вообще вот они вот вот хотели что-то как и мечтать о чем им сейчас думать вот напишите пожалуйста как вот вы если вы тоже в похожей ситуации я сейчас говорила с моей подругой но она чуть-чуть старше и она бабушка такого же уже внука как вот у мой сын и у нее в россии внук и вот та же история то есть его тоже вот его год но единственное они их все-таки допустили к экзаменам у них будут экзамены в июне или в конце июня даже и это тоже опять же плохо потому что за это время дети во-первых разболтались это онлайн обучение но это конечно было тоже понятно все и жара до начинается они там где-то в краснодаре живут и в общем это все но даже неизвестно что хуже даже не знаю может нам надо радоваться что у нас не будет экзамен но наши боролись они же проводили всякие такие чуть не референдумы за то чтобы отменить эти экзамены вот и отменили чтобы их оценивали учителя посмотрим как будет то есть напишите если у вас тоже такая же ситуация или вот вы как-то с этим связаны или вы думаете тоже вот как как детям этим как им ход по и потом так получилось вот это приставьте вот отсидели мы в этом зуме но причем не мы вместе сидели то есть сын сам там сидел а мы в общем-то были так на заднем плане на бэкграунде таком вот там посмотрели немножко ну ничего там не было просто говорили вот и и потом как бы надо поздравить но в это время вот как в этот день если бы мы были ну я представляю вот в нормальном состоянии да то есть это было бы поздравление до стол но мы сделаем конечно вот сейчас вечером стол но это кончилось и вот как-то так то есть но последний звонок закончился все школа закончилась и ничего нету даже вот в общем такое достаточно грустное состояние я написала в инстаграм просто вот что мы все эти годы когда мы участвовали в этих градуэйшен ливинг серф градуэйшен мы участвовали как родительский комитет вот три года подряд и каждый раз я смотрела на этих родителей как они выстраиваются все вот дети родители сзади мамы папу все в этих вечерних кто как но в принципе вечерние одежды вечерние платье там костюмы тоже торжественные красивые снимают фотографируют все дети соответственно все в костюмах мальчики девчонки там голый полуголый в этих всех тоже вечерних коктейльных платьях, ну, в общем, там кто на что гораст. Я не скажу, что мне это очень красиво было, но, ну, неважно, всё равно, как бы это, всё равно празднично. И, и вот это я всегда думала, вот мы будем тоже стоять, я себе представляла, какое платье у меня будет, какой костюм будет у моего мужа, ну, у сына понятно, какой костюм, там, как бы сильно выбирать не приходится, или чёрный, там, с какой-то полосочкой, да, с серой или с синей, ну, то есть всё равно что-то такое чёрное, ну, не совсем ярко-чёрное, а с каким-то таким акцентом молодёжным. Вот, и, и вот это я всё вот представляла, и, короче говоря, вот майка, вот форма одежды наша сегодняшняя, которая плюс у нас такая жара в Ирландии, вот сейчас смотрю, сижу, наверное, вся красненькая, такая, что дома, конечно, сильно жарко очень. Вот так вот, дорогие мои. Ну, всё, наверное, вот этим я хотела поделиться, что сказать ещё. Вы видите, на странице я что-то перепощиваю, конечно, каждый день идёт очень много новостей, сейчас появилась у нас группа, где переводят девочки, все такие основные какие-то пункты, законы, которые вот каждый день принимаются, поэтому я этого ничего не делаю, только если что-то интересное мне попадается, и чем я хочу поделиться, я делаю. Ну, наверное, вы слышали, что Ирландия уже открывает границы для всех, и единственное, карантин, вот карантин 14-дневный будет, и, ну, то есть он будет и будет, пока что это долго. И, то есть, надо декларировать место, если вы прилетаете, и находиться в этом месте, потому что гарда, полиция может проверить в любой момент, это законно, и если вас там не найдёт, то штраф 2,5 тысячи евро. Вот это, наверное, из таких самых новостей. Ну, вот вчера мы там перепощивали в Фейсбуке. Эти все, не знаю, фейк, не фейк, кто как говорит, что это кто-то придумал просто. Странный, когда вот они открываются все, там что-то 15 июня, кто-то в конце июня, кто-то с 1 июля, и так далее. Ну, то есть следите, давайте как-то меняться этими новостями. Ну, собственно, вот и всё, наверное, все новости. Я в последний раз в магазине была 7 марта, я не езжу в магазин, вот сейчас муж приехал, он ездит, продолжает ездить везде, я нет, я не была, я только вот хожу, гуляю вокруг дома и всё. Так что вот моя жизнь карантинная, она такая, но для меня она никак не изменилась. Она у меня, собственно, такая, как и всегда. Я много работаю, наверное, вы видите, я выпустила свой, наконец, курс по онлайн-переводчику, ссылка будет внизу. Если вы хотите узнать, о чём он, просто оставьте свой имейл и получите видео, о чём он вообще, может быть, вдруг вам это пригодится тоже, и вы тогда сможете отреагировать. Ну и всё, я работаю как интернет-маркетолог, я консультирую, в основном, мягкую нишу, у меня психологи, астрологи, коучи, личностного роста, вот такие вот люди, которых, собственно, не берут обычно какие-то маркетинговые агентства, потому что это дорого, а во-вторых, это сложно немножко попасть в нишу, поэтому вот я как раз люблю с такими людьми работать, так что, если вам нужно продвигаться, понять, как вам надо продвигаться в интернете, как вам сделать дёшево и сердито, что называется, какими-то малыми средствами обойтись, в первой бесплатной консультации мы с вами об этом поговорим, и я вам всё покажу, познакомлюсь с вашим бизнесом и скажу, то есть, какая стратегия может быть, возможно, и что можно делать лично вам, как использовать ваши лучшие, самые сильные стороны, вот этим я занимаюсь, так что, веду блог, уже открыла его месяц назад, так что, можете его читать, может быть, там что-то будет полезное, но я с вами пока что прощаюсь, но мы остаёмся на этом канале, потому что жизнь в Ирландии у нас продолжается, я надеюсь, что она будет скоро интересной, вот уже открываются пляжи, я вижу, фантастические, и с песочком, и вообще шикарнейшие, но мы живём не так близко на море, поэтому мы на пляж не можем ехать, и я знаю, что стоят патрули, проверяют, и возвращают людей, вот сейчас жара, возвращают людей обратно, уже вот девочки, которые живут, ну, рядом на побережьях, они уже пишут, что стоит гарда, 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 на всей дороге и проверяют. Так что, я думаю, что скоро у нас всё наладится, и мы с вами опять будем чем-то друг друга радовать, чем-то друг друга помогать, взаимодействовать, приезжать, да, друг к другу. спасибо, что выслушали меня, и всех вам благ. Пишите, задавайте вопросы, пишите личные сообщения на странице «Жизнь в Ирландии» или прямо здесь, в YouTube. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok